Сегодня ЖКХ это не только основополагающий элемент комфортной среды каждого гражданина, но и правильно было бы сказать, что это стабильный и надежный рынок, который не зависит как от внешней конъюнктуры, о чем сегодня много говорилось, так и от внутренней экономической ситуации. Сегодня федеральным правительством предпринимаются шаги по модернизации законодательства в области инвестирования в жилищно-коммунальное хозяйство. Вышел закон о государственном частном партнерстве. На выпуске находится закон смягчающей обязанности в энергосервисном контракте. Если взять всю специфику жилищно-коммунального хозяйства, объем инвестиций можно оценить в 9 миллиардов рублей. Это те средства, которые можно вкладывать уже сейчас и под которые мы разработали механизмы для их привлечения. В Орловской области сформирована компетентная команда, имеющая достаточные квалификации для проведения этих всех конкурсных процедур. И мы ждем от наших инвесторов настроя на компетентные долгосрочные взаимоотношения. Инвестиционное послание – это знаковое событие для региона. С одной стороны, с другой стороны, это, если хотите, видимая часть – это посыл всем участникам, игрокам, рынка, бизнесу, инвесторам, нашим муниципалам, госслужащим. Те посылы, те идеи, те стратегические месседжи, которые сегодня делает губернатор, над которыми работает правительство, они доводились и доносились всем сегодня. И бизнесу, и служащим муниципальным, государственным, и надзорным органам. То есть, практически, это такая квинтэссенция стратегии, над которой уже год работает правительство. И я очень доволен тем, что сегодня мы все эти идеи и начинания не в частном порядке где-то озвучиваем на уровне отраслевых совещаний, а они подняты на уровень региональный и звучат из уст губернатора, и звучат из уст советника президента, поддержку. Поэтому, что мы ждем? Мы ждем единой идеологии, единого понимания всего происходящего в инвестиционном, скажем так, секторе экономики. Потому что сегодня зачастую многие инвестиционные проекты не реализуются не потому, в нашей стране, я имею в виду, и не только Орловской области, они не реализуются не потому, что не хватает каких-то ресурсов и даже кредитных. Мы сегодня на секции это обсуждали. А потому что где-то вовремя кто-то не поддержал, где-то вовремя кто-то не помог согласовать документы, получить своевременное разрешение на присоединение к сетям и так далее. И важно, что мы уходим от, планомерно, но верно, уходим от ручного режима и возводим эту работу в сопровождение, тотальную поддержку в системную работу. И каждый на своем месте должен постоянно об этом приоритетить и помнить. Поэтому, на мой взгляд, вот это поле информационное посредством таких мероприятий, оно формируется. И я думаю, что действительно это такой серьезный импульс для всех сегодня в регионе о том, что там, где еще это не сделали, нужно менять подход и менять приоритет. Безусловно, нам необходимо прежде всего мобилизировать те ресурсы, которые есть непосредственно у самих предприятий, осуществить им государственную поддержку, направленную на их модернизацию, и также решить целый ряд вопросов, чтобы те условия, в которых они функционируют, были для них комфортными, были стабильными. Безусловно, конечно же, эти условия во многом определяются федеральным уровнем, но то, что можно сделать на региональном уровне, мы должны это делать. Уже в конце этого квартала, в начале следующего, мы планируем, что наш регион посетит Мантуров, министр по промышленности Российской Федерации, с визитом будет включать в себя межрегиональную рабочую группу по вопросам импортозамещения. Кроме того, планируется и открытие одного из корпусов нашего ведущего завода машиностроения, это ГМС «Левгидромаш». То есть министр примет участие в этом, поскольку это наше предприятие, одно из немногих, которое получило не так давно 500 миллионов рублей на реализацию данной инвестиционной инициативы и будет направлено на внедрение абсолютно трех новых линеек локализации производства по насосному оборудованию. Кроме того, мы завершим работу и выдадим разрешение на ввод в эксплуатацию в ближайшее время нашему предприятию, которое размещается в Амцентском районе, в Зеленой Роще. Это предприятие Амцентский завод цветных металлов. Сейчас мы с ним работаем, дорабатываем эту обстановку, чтобы все было в рамках действующего законодательства. И еще целый ряд проектов, которые мы будем реализовать в течение 2016 года, которые утверждены отраслевыми планами импортозамещения и которые туда войдут в результате инновационных инициатив, новых предприятий, размещающихся на территории особой или экономической зоны, индустриальных либо парков, либо которые будут реализовывать вопросы, связанные с модернизацией действующих производств промышленных на территории нашего региона.